Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня нас ждет трэш, безумие и постапокалипсис! Александр Шишковчук, Схрон, Дневник Выживальщика, Книга 2. Озвучено Проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Глава 31 Реальность возникла кусками, обрывками, цветными пятнами, как фото в проявителе. Холодно. Кто я? Что это за место? Грубые бревенчатые стены, земляной пол и лавка с занозами, на которой я лежал. Че за херня? Голова взрывалась болью от одной попытки напрячь память. Какая-то стрельба, заснеженный лес, а в нем уютный, теплый... Схрон! У меня есть схрон! Я Санек! Я Выживальщик! Информация со скрипом заливалась в голову, как на старенький хард-диск. Мы напали на деревню, потом был бой, потом... Потом эта маленькая стрелка. Какая ирония судьбы получить стрелку на стреле. Выходит, деревенские увольни взяли меня в плен? А где Вован? Удалось ли Валере сбежать семьей? Быстро осмотревшись, я понял, что всю снарягу и оружие забрали местные. Вот это фейл! Но тот, кто стрелял из духовой трубки, он показался мне знакомым. Кто же это был? Тут моя память дала сбой. Череп чуть не разорвало новыми вспышками боли. Собрав в кулак всю свою могучую волю и яростно стиснув челюсти, я поднялся с лежака. Нечеловеческая слабость, мышцы не слушаются, во рту дьявольский сушняк, а башка словно наковальня, в которую лупят суровые молоты. Что за чертов яд был в этой гребаной стрелке? Даже после самых жесточайших пьянок не бывало таких столь лютых отходосов. Но ладно, хоть остался жив. Вместе с тем пришло сознание, в какой же я нахрен без просветной задницы. Без оружия, без коксовым планти, без жабы и мухоморов. Но самая паршивая, без своих верных боевых товарищей. Шш, братка, оклемался, ёпта. Вован, ты где? Облегченно выдохнул я. Безумный десантник жив, значит, по-любому прорвемся. Здесь на. Что-то забринчало, залязгало. Подняв голову, я увидел оконце, прорубленное в стене. Небольшое. В такое пролезет разве что кошка. Вован понуро смотрел на меня из этой бойницы. Видимо, там еще одна комната или, скорее, камера. Я шагнул. От этого движения картинка реальности чуть не перевернулась. Пришлось схватиться за стену. Блин, сильно его отмутузили. Пол лица заплыло, глаз не видать. Курёха есть у тебя? Нету. Я проверил карманы. Все забрали. Пидарасы, сука. Десантник ударил кулаками в бревна, и я увидел на широких запястьях кандалы. Спокойно, Вован, лучше расскажи, как так вышло, что нас захватили. Что с Валерой? Хули, склифосовский наш, кажись, сразу съебатор врубил, как пальба началась. Но молодца своих увел. А ты какого хуешь, молять перестал? Я уж заебался от всех отбиваться. Слева 15 рыл на меня, справа столько же. Думаю, ебать мой хуй, ща их Санек положит. А Санек вату катает на. А ты какого хрена там устроил показательные бои? Договаривались же падать и лежать. Ну и хули бы я там лежал, когда замес такой. Рефлексы сработали, еба. Ты не стреляешь, тут вся ссора и накинулась разом, ебт. А в меня какой-то чингачку к стрелу отравленную пустил. Вздохнул я. До сих пор колбасит. Че делать будем? Хули сейчас делаешь. Осмотреться надо сперва. Это ж не Зиндан ваххабитский деревня, ебт. На допрос поведут, если, ну или на расстрел. Я их, короче, отвлеку. А ты беги на. Должок за мной, помнишь? Не гони, Вован. Я тебя здесь не оставлю. Но ты прав, надо осмотреться. Что-нибудь придумаем. Шаришь ебт. Че-то они задумали, сучары, бля. Хотели б давно уж кокнули обоих на. Внезапно снаружи загрохотали половицы от многочисленных ног. Давай, братка, пытать будут, терпи. Подбодрил меня Вован. Конечно. Мы пожали руку через оконце. Застучали засовы в камере десантника. Я отошел в сторону. Соседняя камнотенка наполнилась людьми. Послышалась возня и злобные деревенские матерки. Не дергайся, бандюга. Шагай сюды, а то в пулю миг схлопотаж. Улетай, щите, сам пойду, ебта. Хлопнула дверь. Топот и звон кандалов затихли. Я встал в боевую стойку. Конечно, слегка штормит. Действие токсина-то еще не закончилось. В таком состоянии меня ушатает и пятиклассник. Но эти уроды все равно пожалеют, что не заковали в цепи неустрашимого Санька. Пусть идут, пусть делают со мной что угодно. Я не раскрою им секрет своего убежища полного ништяков. Даже если умру, Лена родит мне наследника, который подрастет и отомстит за погибшего батю. Минута шла за минутой. За мной так никто и не явился. Я расслабил мышцы, и силы тут же куда-то улетучились. Едва добравшись до лавки, прилег, подложил куртку вместо подушки. Неизвестность, как грубая наждачка скребла мои нервы. Мозг соображал туго, но надо было обмыслить ситуацию. Самим нам вряд ли выбраться из этого постъядерного лесхоза. Местные, наверное, и ДБП плевать хотели на законы. Ну какие могут быть законы в глухой тайге? А теперь и вовсе башни посрывало. Хозяева леса долбанные. Что они с нами сделают? Четвертуют? Сожгут на костре? Сдерут заживо кожу? Или просто заколют, как скотину на мясо? Не исключено, что они практикуют людоедство. От этих мыслей стало совсем грустно. На помощь Валеры я даже не рассчитывал. Да и что он сделает один против целой деревни? Хотя стоп. Надеюсь, очкарик догадается обратиться к Егорычу. Деда наверняка знают и уважают местные. Может он с ними как-то договорится с этими беспредельщиками. Шанс призрачный, почти невозможный, как осечка на моей тюнингованной сайге. Но и он вселял надежду. Между тем снаружи стали доноситься звуки. Что происходит? Гомон людских голосов, выкрики. Неужели Вован пошел на прорыв? Или Валера привел помощь? Я напряженно вслушивался, представляя, как десантура, словно Халк, разрывает цепи, крушит черепа и раскидывает во все стороны ошалевших бородачей. А очкарик на полной скорости врывается на снегоходе с перекошенным в боевом оскале лицом, выносит ворота и мчит по деревне, поливая врагов из автомата. Да, это было бы прикольно, хотя что-то я замечтался, на звуки боя это вовсе не похоже. Какой-то щелчок и радостный ор толпы снова щелкнуло. А может это казнь? Но щелчки раздавались с монотонной периодичностью. Я узнал этот звук из фильмов про гладиаторов. Походу десантника наказывают кнутом. Надо отдать должное, стойкость Вована поражала. Я так и не услышал его воплей, хотя орать он умеет, будь здоров. Издевательства продолжались минут 10 или около того. Мои часы тоже отняли. Жаль, нет плеера, поэтому просто заткнул уши, чтобы не слышать этих щелчков. Еще наслушаюсь, ведь следующий я. Загремел засов. Ну вот и дождался. Ничего, если Вован смог, я тоже вытерплю эту боль. Дверь отворилась, на пороге замаячили кряжистые силуэты в тулупах и полушубках. От света заслезились глаза. Поднимайся, сволошь! Небритый селянин направил на меня вертикалку. Эх, уйти бы броском в сторону, перехватить ружье, да вышибить ему мозги. Но силы не спешили вернуться, поэтому не стал дергаться, а медленно поднялся. Руки за спину! Сурово гаркнул низенький дедок, приближаясь с пеньковой веревкой в руках. Я повиновался. Запястье стянуло с жестким канатом. Еще и на шею накинули петлю. Каждый, наверное, в своих фантазиях раскидывал противника направо и налево. Но в реальной жизни всегда немного иначе. Ничего, пусть только представится шанс, а я его не упущу. Грубыми тычками меня выпихнули на улицу. Серая мгла ядерной зимы после полумрака тюремного сарая показалось ослепительным летним полднем. Вооруженные мужики снаружи молча глядели на меня, кто с усмешкой, кто равнодушно, а кто-то мрачно сверлил взглядом из-под кустистых бровей. За мужиками дети, бабы. Блин. Я, наверное, для них как враг народа. Зыркая по сторонам, я оценивал обстановку. Мы в самом центре деревни, на небольшой площади. Дозорные на вышках с интересом наблюдали, облокотившись на перила. Не часто, поди, бывают подобные развлечения в этой общине. Чего пялишься? Пшел! Меж лопаток ударил приклад. Я чуть не свалился в истоптанный снег. Из толпы раздался смех. Я медленно обернулся, встретившись с мерзкого вида дегенератом. Тот снова замахнулся ружьем. Вот гнида, я тебе это припомню. Над головами людей возвышался деревянный столб с накинутой цепью. Когда толпа раступилась, моему взору открылась страшная картина. Вован на коленях, покрытые десантными наколками, руки вздернуты кверху. Голова безжизненно висит. Шкура и тельняшка валяются рядом, а мощная спина испещрена кровавыми полосами, от которых валит густой пар. Бля, жив ли он вообще? Я судорожно вздохнул. Шо, под жилки трясутся, разбойник? Засмеялся позади конвойный. А ты Федотова кнута отведаешь, не сомневайся. Ну, папажа, ступай давай, председатель поговорить хотит. Глава тридцать вторая У любой прочности есть предел. Сколько минут вы продержитесь под изощренными пытками жестокого врага? А кто-то бы обделался от одного вида инструментария. Я не знаю, где находится мой предел, на какой отметке. Знаю только одно наверняка. Моя стальная воля не даст ни единого шанса этим уродам получить координаты с хрона. Первое правило выживальщика – лучше умереть, чем проболтаться. Такие мысли крутились в голове, пока меня вели к массивному деревянному строению, к настоящему терему. На высоком крыльце двое часовых с берданками, тоже с раскидистыми бородами. У них это что? Корпоративный стиль? Открылись толстые двери. Один секьюрити презрительно сплюнул, другой с рыжей бородой проводил полным ненавистью взглядом. Опять прилетело по лопаткам. Козлы вонючие! Миновав полутемные лобающие и проквашенные капусты сени, мы оказались в просторной, но прокуренной зале. На стенах головы медведей, кабанов, лосей, волков и даже рыси. Между чучел висели самые разнообразные стволы, среди которых я без труда узнал свою сайгу и Валерин вепрь. Были б свободны руки, неприменно бы попытался до них добраться. Дым слоями парил вокруг единственной электрической лампы, освещающей огромный стол, уставленный мясными блюдами и графинами с бухлом. Мой пустой желудок завистливо заурчал. За столом восседало целое братья бородачей, а под столом сновали лохматые псы, выпрашивая косточки. «Евстегни, Карлович, привели вон от этого стрелка засратого, как вы и велели!» Отчитался ублюдок конвоир. «Молодец, деревяшка, проходи уж за стол!» Велел, видимо, тот самый председатель. «А вы двое, держите этого героя на прицеле!» Два мужика встали справа и слева в нескольких шагах, направив на меня ружья. «Интересно, если я сделаю стремительный, как у мангуста, рывок с линии огня, они шарахнут друг в друга?» Я постарался успокоиться. «Главное сейчас не наделать глупостей. Раз не пытают и не убивают, значит, им что-то нужно». Пару минут председатель, грузный старик за лысинами, укутанный в бобровую шубу, изучающий глядел на меня. В отличие от остальных, у него не было бороды. Так что моя глупая мысль насчет корпоративного стиля не нашла подтверждения. «Как звать, кто таков, откуда?» Спросил, наконец, он. «Меня зовут Парамон. Я решил на всякий случай не выдавать свое подлинное имя. Сам я не местный путешественник, турист из Питера». «Турист, значит?» Медленно произнес старикан, крутя в узловатых пальцах вилку. «Брешет, сволочуга!» С набитым ртом заржал деревяшка. «Из одной банды, а не с тем ВДВшником!» Я решил выдать порцию правды. «Ну, вообще-то, я не простой турист, конечно. Когда начались предпосылки к войне, я сразу понял, к чему это приведет. Давно готовился. Собирал вещички, прыгнул в машину и на севера. Много пришлось скитаться. Машина сломалась, иду пешком. Ищу хороших людей, кому прибиться. В одиночку выживать не вариант». Вдохновенно зачесал я, сделав максимально честные глаза. «Выживать, значит?» Председатель, не мигая, смотрел на меня. «Ну да». Пожал плечами, насколько позволяли веревки. «Я ж выживальщик». «Чего-чего?» «Ну, выживальщик». Евстигней Карлович впервые улыбнулся, ощерившись гнилыми зубами. «Поглядите-ка, выживальщик! Такого зверя мы еще не ловили, правда, хлопцы?» Хлопцы затрясли бородами в приступе смеха. Деревяшка аж подавился и теперь стучал по столу своей тощей ручонкой, выплевывая во все стороны куски мяса. Я стоял, молча стиснув зубы. Хоть и обидно слышать их дебильный смех, но буду придерживаться такой версии. Председатель резко оборвал веселье. «Почему разбоем занимался?» «Да каким разбоем?» Воскликнул я невинным голосом. «Десантника этого я только на днях встретил. Он вообще хороший мужик. Пустил в пещеру переночевать. Иначе б я замерз в пурге. Жизнь он мне спас. Контужный, конечно, малость. Но это после Чечни воевал он там». «Чего ж тады кореш твой контуженный, если такой хороший? Людей наших перебил!» Ехидным голосом спросил деревяшка. «Это когда вы на пещеру напали? А что еще делать? Сами стрелять первые начали. Честная самооборона». «Разозлил нас, дружок, твой парамон. Очень разозлил». Покачал головой председатель. «Вообще-то ваши первые наехали на него на озере», напомнил я. «Это что же получается? Простому человеку теперь нельзя порыбачить. Озеро большое, а вы не даете рыбу ловить». «Хто это не дает?» Возопил деревяшка. «Этот бандюк Леню и Семеновича на озере избил. И ограбил. Всю рыбу забрал и снегоход. Я вагрю и стегни, Карлович. Ни о чем с ними толковать в расход их. На корм с минем пустить». Председатель жестом прервал этого урода и обратился ко мне. «Что на это скажешь, выживальщик?» «А что мне говорить-то? У вас своя правда, у меня своя. Нас обвиняете, а сами лучше, что ли?» «Ишь, разлаялся бандюга! Да мы тут за порядком смотрим в местах, Энтих!» «Не тараторь, деревяшка!» Поморщился и стегней Карлович. «Пущай, говорит!» «Что ж вы не верите-то мне, добрые люди?» Я очень правдоподобно изумился. «Что мы плохого-то сделали?» «Ну да, вышло недопонимание небольшое. Ну с кем не бывает!» «Сдается мне, Парамоша, зачёсываешь ты нам тут ересь, потому как жить хочешь». Я нервно засмеялся. «А кто ж не хочет? Я же говорил, что я выживальщик!» «Ну, давай проверим тогда, как ты выживешь!» Усмехнулся старый хрен. И неожиданно швырнул вилку, который до этого ковырял в тарелке. Даже несмотря на действия травы в организме, я в принципе ожидал подобную подлянку. Поэтому, когда блестящий столовый прибор устремился в меня, просто сделал манёвр уклонения. Вилка впилась в дверь за моей спиной. Конвоиры стревоженно вскинули стволы. Следом полетела увесистая крышка от графина. От неё тоже увернулся. Затем, как диск капитана Америка, в полёт отправилось здоровенное серебряное блюдо с обглоданными костями. Его отбил ударом крепкого тактического ботинка. Собаки радостно кинулись подбирать объедки. «Хорошо деревенские дурни не догадались связать мои смертельно опасные ноги». «Неплохо!» Кустистые брови и стегнея Карловича поднялись вверх. «Не, ну так и я смогу!» Презрительно фыркнул деревяшка. «Туфта!» «Можете ещё как-нибудь проверить?» Гордо ответил я. «А шо? И проверим!» Утырок вопросительно поглядел на председателя. Тот кивнул. Закинув порцию самогона, деревяшка отодвинул тарелку и вытер пальцы об фуфайку. С торжествующим видом поднялся, поправляя шапчонку. В руках козла опасно блеснула сталь. Ловко подкинув угрожающего вида кинжалом, посмотрел на меня с гаденькой ухмылочкой. Я глубоко вздохнул, приводя организм в максимальную концентрацию. Неоднократно видел такое в фильмах с Брюсом Ли. Хихикая он размахнулся. Мышцы моих спортивных ног напряглись, готовые бросить тело в сторону. Отбивать клинок не вариант. Я же не обдолбанный эликсирами ведьмак, чтобы проделывать такие фокусы. Давай, скотина, кидай. Хватит кривляться, как шимпанзе. Бледная молния и сталь пронзила прокуренную атмосферу, оставляя турбулентные завихрения. Но я не сдвинулся с места. Нож летел на безопасном расстоянии. Затем жалобный пронзительный виск. Пес, выронив кость, крутился волчком. Нож криворукого мудака впился несчастному животному аккурат в бедро. Председатель покосился на него очень недобрым взглядом. Деревяшка задергался, заикаясь, промямлил. Я это, я не хотел, оно само. Придурок, чего встал, как дерево? Ждешь, когда кусь и сечет кровью. Бегом тащи пса к ветеринару. Прощелыгом метнулся пулей, попадали сбитые стулья. Подхватил скулящего пса и скрылся за дверью. Мне стоило огромных усилий сохранять ледяное спокойствие на лице. Хотя самого распирало от смеха. Вот с кем приходится иметь дело. Изувечил животное, мерзавец. Юстигней Карлович дрожащими пальцами подхватил из пепельницы сигару. Рожебородый помощник тут же поднес огонь и наполнил опустевший стакан председателя. Ну чего, как с этим выживальщиком поступим? Слушаю ваши варианты, хлопцы. Бородачи сгрудились вокруг старика, но зашушукались, зыркая на меня. В мои чуткие уши влетали обрывки фраз. Свиньям на корм выпарим, пустим под лед обоих и тому подобное. У меня есть другое предложение. Раздался голос из темного угла стола. Да чего же знакомый голос, черт бы меня побрал. Все затихли. Сначала на свет медленно выдвинулась трубка, исписанная причудливыми узорами. Та самая, из которой меня подстрелили. Теперь из нее струился сизый дымок. Следом из тени вынурнула черная борода. Даже не борода, а та куция, прилизанная татарская бороденка. Ее обладатель приложился к трубке, шумно затянулся и выпустил облако дыма. Еще и курит из нее. Говори, Марат, хоть что-то дельное сегодня услышу. Устало проворчал председатель. Глава 33 Этих аврик чертовски насолили нам. Что верно, то верно. Начал Марат бережно, кладя на стол трубку. И по-хорошим, конечно, их надо бы сдернуть на ближайшей сосне. Но подумайте вот о чем. Наш партнер из океана, что сидят в Кандалакше, заплатит хорошие цены за двух бойцов для арены. Америкашки, пробурчал председатель. Не забывайте, полковник Уайт помещен по поводу порядка и законности. И мы под его защитой, не так ли? Ну, я слышал, в городе сейчас дефицит с бойцами для шоу. Какие-то залетные головорезы горят перебили лучи гладиаторов. Так что после таков подгон нам будет проще с ним торговаться. По взгляду Марата я понял, что он тоже узнал меня. Но что он творит? Выходит, эта деревня легла под проклятую пиндосню? Я, конечно, предполагал что-то подобное. Жаль только старый приятель с ними заодно, раз предлагает эту дичь. Очутиться в кандалакше, да еще в кандалах. Откровенно говоря, более стремный вариант сложно придумать. Бородачи снова засовещались. Я отчетливо понимал, теперь мое выживание может накрыться медным тазом. Охреневший татарин. Нашел себе тепленькое местечко после апокалипсиса, а на Санька болт положил. Забыл, как вместе бухали, как удирали от копа в Таиланде, как я потом через посольство выдернул тебя из тюряги. Так, выживальщик. Евгений Карлович обнажил зубы в отвратной усмешке. Убивать мы вас не будем, но ты не радуйся раньше времени, Парамон. Маратка дело говорит. Продадим вас поганцев-америкашкам. «Подохните оба на арене жести, оки бешеные псы, а я погляжу на это с огромным удовольствием. Тихон, Афанасий, уведите его. И это, десантника пусть подлатают. За него полковник Уайт отвалит цистерну мазута. Грубо дернув, меня прикладами вытолкали наружу и повели в барак. Вована как раз отвязывали от столба. Он до сих пор не пришел в себя, бедняга. Как же ему досталось. Крепкие мужички подхватили под руки бездыханное тело и куда-то поволокли. Возле приземистого барака нашей тюрьмы уже поджидал деревяшка. Только этого ублюдка здесь не хватало. Он открыл передо мной дверь, кривляясь, пригласил войти. И подло на отмаш ударил кулаком под дых. Мой накачанный пресс даже не успел напрячься. Меня согнуло и в голову прилетело с локтя. Я влетел в камеру и распластался на грязном полу. Тут же перекатился, яростно глядя на подонка. Щелкнули затворы ружей. Деревяшка гаденько засмеялся. «Это за тебя огни, да пусть теперь месяц бегать не сможет!» Заверещал он. «А это лучший охотничий пес и в стигне Карловича!» Я ничего не ответил, только сплюнул сквозь зубы. Деревяшка, вытащив кинжал, направился ко мне. «Давай, сучок, пырни ножичком и угадай, кто вместо меня поедет на арену жести!» Гаденыш поджал тонкие губы, ноздри в бешенстве раздувались. Он разрезал веревки, я принялся растирать онемевшие кулаки. Конечно, охота броситься и свернуть шею этому недоноску, но сдержал этот порыв. На меня по-прежнему глядят два ствола конвоиров. «Огурка-то у тебя неплохая, снимай!» Я повиновался, что еще оставалось делать. Но этот урод за все ответит, клянусь богами севера. «Подавись!» – бросил ему куртофан. Деревяшка стянул с себя грязную фуфайку и швырнул на пол. Надев мою тактическую пуховку, он мерзко ухмыльнулся. Дверь захлопнулась, глухо лязгнул тяжелый засов. «Ублюдки, блять!» Я наклонился и поднял засаленную шмотку мерзавца. Ни за что бы не надел это вонючее тряпье, но здесь нет отопления. Чтобы выжить, придется откинуть брезгливость. В следующие несколько часов я изучил каждый миллиметр своей темницы. В углу обнаружилась дырка в полу. Параша, судя по следам, тут же справил нужду. «Ммм, можно, конечно, тихонько поднять доски и нырнуть в смердящую яму, а оттуда сделать подкоп под стенами. Но чем я буду рыть промерзшую землю голыми руками? Да и выберусь наружу, внутри вражеского поселения. Не очень хорошая идея. Оставим как запасной вариант. А может, лучше не дергаться раньше времени? Наверняка, когда нас с Вовчиком повезут в Кандалакшу, будет возможность бежать. Да, лучше осмотреться, набраться сил. Хотя с этим, походу, будут большие проблемы. За все время пребывания даже не покормили. Я прилег на лавку и загрустил. Проклятый холод пронизывал насквозь. Как так вышло, что фортуна покинула меня? Больше, конечно, беспокоился не за себя, а за Лену. Да, она в теплом схроне, полном еды. Но сможет ли она защитить убежище одна? Нацистские мутанты сто пудов разбежались по пещере. А еще там осталась бабка. Что предпримет полоумная корга? Наверняка ведь очнулась. Надеюсь, Валера вернулся и забрал тещу к себе. Валера... Блин, а ведь если подумать, все беды из-за него. Сначала подбил штурмовать Кандалакшу, где мы едва не погибли. Теперь вот я в плену. Хотя тут больше вина ВДВшника. Ладно, к чему сейчас об этом думать? Да и не привык я перекладывать ответственность за свои поступки. Понятно, что лучше было бы не высовывать нос из хрона. Но тогда бы я не встретил Лену. Вообще она, девка, не промах. Вполне может выжить и без меня. Так, гоняя по кругу эти думки, я незаметно провалился в сон. Не знаю почему, но я не услышал бренчания замков. Меня разбудил яркий слепящий свет. Что за падла светит прямо в глаза? Какого хрена они от меня хотят посреди ночи? Санек, только без глупостей усек. Раздался настороженный шепот Марата. Что, дружище, тоже поглумиться зашел. Ну че ты огрызаешься? Татарин отвел луч фонаря в сторону. Ты, может, не заметил, но я сегодня спас и тебе, и твоему другу-десантнику жизнь. Продав нас пиндоским палачам, очень благодарна, блять. Проворчал я. Выслушай сначала. Я глазам своим не поверил, когда узнал тебя. Я помню, как ты выручил Тадавтай. Мы татар, такого не забываем. Помогу вам сбежать. А какой твой в этом интерес? Спросил я подозрительно. Не буду врать, в деревне я этой прижился. Хорошее местечко, выжить можно. Баб все завел. Альбину. Поженимся скоро, детишек заведем. Он мечтательно улыбнулся. Но есть, короче, пробленька одна, Санек. Это председатель Карлович. Он же многих достал, обдирает поселок, людей впроголый держит, а сам наживается, сука, с пиндосами связался, в три горла жрет и пьет. Так чего же не грохнули его до сих пор? Ну, понимаешь, замялся Марат. У старых козла половина дружины его родня. И в городе связи. Тут такая резина начнется. А вот если чужак, типа тебя, Карловича, шлепнет и несколько его личных охранников, ни у кого претензий не возникнет, понимаешь? Меня выберут в новом председатель, а вы свалите свой леса. В политику наметил, значит. Я усмехнулся. Ну так че, согласен? Если бы это был какой-нибудь дурацкий квест в соцсети, я бы завис надолго. Послать нахер ушлого татарина, а может заломать его и попытаться прорваться? Но здесь в реальности остается только один, наименее рискованный вариант. По рукам, Маратик, ответил я. Зашибись, Сань. Короче, дня через три повезем обвоз Кандалакшу. Карлович Сосайбанда тоже проедет. Ехать два дня. На ночной стоянке я вас освобожу, а ты исполнишь уговор. Хорошо. Мне понравилась эта затея. Главное вернуться в схрон. А если для этого нужно отправить в преисподнюю несколько мерзавцев, я только за. В общем, договорились. Кивнул Марат. Постарайся только повторяй. Не наделай глупостей за это время. Ты, конечно, избавил деревню от лишних ртов, но двое из них были моими людьми. Постараюсь. Честно, пообещал я. Только убери подальше этого долбоеба деревяшку. Иначе я за себя не ручаюсь. Ты чё? Татарин понизил голос. Деревячка, дашь, пальцем не тронь. Деревяшка полный гондон здесь, я не спорю, но в то же время он любим племянник-председатель. Что ж, тогда подождем час икс. Надеюсь, уебыш тоже поедет с нами. Сто процентов. Ну всё, Санёк, отдыхай, мне пора, а то могу спалить. Давай, Марат, подожди. А насчёт питания можешь пробить? Да, извини, чуть не забыл. Он достал из-за пазухи потёртый пакет пятёрочка и положил на скамью. Дверь почти без скрипа закрылась за татарином. Ништяк, ща порубаем. Блин, из-за этой паранойи так плохо думал о Марате. А он вон как выручает. Я развернул пакет. Там оказалась бутылка кваса, краюха почти свежего хлеба, шесть варёных яиц и кусок вяленого мяса. Но, несмотря на лютый голод, я сохранил разум, съев только треть. Всегда должен быть запас продуктов. Это второе правило выживальщика. Ржавые щипцы ухватили раскалённый кусок стали. Я отчётливо видел пробегающие багровые всполохи. Яростный жар дышал в лицо. «Ещё бы! Ведь это горячая хуйня в трёх сантиметрах от моего носа!» Щербатый кузнец ставил пылающую заготовку в отверстие между створками ошейника и звонким ударом кувалдой расплющил её. Затем ловко склепал звено цепи толщиной с палец. Рядом ту же процедуру проделывали с Вованом, только цепь и ошейник в два раза толще. Мат разлетался по всей деревне. За предыдущий день десантник малость оклемался. Я поведал ему о Марате с его планом и велел держаться тихо. Не знаю, насколько Вове удастся обуздать свою ярость, да и мне тоже. Цепь резко натянулась. Нас поставили на ноги. «Ну чего, псы?» Засмеялся деревяшка. «Нравится!» Он стоял в окружении вооружённых бойцов. Я увидел, как напряглись бицепсы Вована, готовые к броску. «Спокойно, у нас ещё будет время», – шепнул я. «Скоро вы сдохнете на арене, проходим, цы!» Продолжал насмехаться ублюдок. «А пока будете работать, отрабатывать пайку, поняли?» Нас повели на другой конец посёлка. «Да, забыл сказать, руки тоже скованы грёбанными кандалами. Так что ни о каком побеге и мечтать не стоит. С килограммами железа особо не разгонишься. Остаётся только положиться на татарина». Но меня опять начали терзать смутные сомнения. От всех этих событий моя паранойя усилилась в разы. По сути, кто он такой? Ни друг, ни брат – так бухали вместе. По большому счёту, причин доверять ему нет никаких. Мои размышления неожиданно прервались, ноздри защипало от мерзкой вони. Свинарник, блин! В большом загоне бодро носились десятки жирных свиней, а также поросята поменьше. Цепи с помощью висячего замка закрепили на стену прилегающего хлева, выдали лопаты. Я печально посмотрел на свои тактические боты. Походу, им пиздец. Сменную обувь никто, естественно, не выдаст. «Убирайте дерьмо, скоты!» – крикнул деревяшка. «К вечеру проверю!» Оставив парочку бородатых охранников, у шлёпок свалил. «Блядь, как же мне хочется долго, не спеша пиздошить его тяжёлым предметом. Только надежда на этот долгожданный миг придаёт мне сил во сто крат!» «Вперёд, нехрести!» Пробурчал мужик с похмельным лицом, взводя оба курка с двустволки. Второй охранник отварил створку, впуская в загон. Совсем не так я представлял свою жизнь, когда решил стать выживальщиком. Зачем запасал тысячи патронов, тонны припасов? Зачем покупал дорогую снарягу? Чтобы не быть в самом низу социальной иерархии после большого пиздеца. Чтобы не стать рабом у тех, кто сильнее и лучше вооружён. Казалось, я всё предусмотрел, кроме вот этой блядской херни. Отпихнув лезущего под ноги свина, я зачерпнул лопатой хлюпающую и смердящую жижу и закинул в тележку. Нет, я не смирился. Буду копить ярость и злость, чтобы в нужный момент вырваться на свободу. Когда телега доверху заполнилась говном, мы взялись за ручки и подкатили к воротам в ограде. Охранники, весело покуривающие снаружи, тут же похватали ружья. Прибежали ещё два пацана и потащили вонючий груз. Можно было немного передохнуть, пока они разгружают. «Эй, слы, курёху в гости, ёп!» Попросил Вован, облокотившись на заборчик. «Покурить захотел? На!» Охранник поправил шапку, сплюнул окурок в грязный снег и растоптал сапогом. «Работай, паскуда!» «Ах ты, сга!» Дёрнулся десантура. «Давай, попрыгай мне тут, псина!» Сплюнул мужичок. «Ещё плеть и угостим, коль не хватило!» «Уймись, мы же договорились!» Я вернул в чувства Вована. «Ну чего вылупился? Чего ж ары таращишь?» Заволновались охранники. Вован мрачно глядел на них из-под лоби. «Запоминаю хули!» Процедил он. Пацанчик примчался с пустой телегой, и мы продолжили свою грязную работу. Я воскребал лопатой обосранной доски, стараясь не сблевать. А Валера сидит, наверное, в своём бункере, самогон с тушняком наворачивает, на приставке режется. «Забыл про своих товарищей!» «Бля, надо успокоиться, Санёк, думать о чём-нибудь приятном. Я принялся думать, как убиваю этих ублюдков, особенно деревяшку. О, как будет страдать эта тварь! Будет молить о лёгкой смерти!» «Слуй, братка, а чё насчёт хавчика слыхать?» Вован прервал полёт моих кровавых фантазий. Утром, когда его притащили в камеру, я поделился через окошко своей едой. Но с тех пор прошло много часов. «Не знаю», хмуро ответил я, «у самого желудок сводит». «Во-во, нахуй! Мож это, наебнём поросёнка вон того!» «Ты чё сдурел? Сырым его есть будешь!» «А чё такого, ёб? Я живьём бы сожрал, нахуй! Эти пидоры отвернулись, не заметят хули!» «Вован, посмотри, мы по уши в дерьме! Давай не будем добавлять новых проблем!» «Ладно, пох чё!» Он вывалил содержимое лопаты и облокотился на черенок. «Увидишь, скажи карифан своему, чтоб питание оформил! Ебал я в рот с пустым брюхом и шачить!» «Потише, Вова, не спали тему!» «Да чё я, я ж так чисто!» «Вот ща бы картошечки горячие, с лучком на!» «Да шашлычок, ёб, чтоб жир с него аж капал!» «И двести грамм с морозца под это дело ёбнуть!» От описаний Вована живот скрутило с особой силой, а слюна чуть водопадом не хлынула изо рта. Я ничего не ответил, только со стервенением принялся махать лопатой. «Да тут этого дерьма столько, что можно самосвалами вывозить! Чем интересно их так кормят? Может попросить, когда Марат придёт к власти, пару хрюшек на разведение? Сделать им загончик в пещере, это ж сколько мяса! А ещё ведь сало, которое можно коптить, солить, не знаю, что с ним ещё делают! Свиные копчёные рёбрышки, бекон, рулька!» От сочных образов загружилась голова. «Ах! Саня, перестань, так можно сойти с ума!» «Эй, красавица, к нам чё ли тупаешь?» Бодрым голосом вдруг выкрикнул Вован. Подняв голову, я увидел ладную девушку в пальтишке, в валенках и с пышной чёрной косой. В руках цветастая пластиковая корзинка. «К вам!» Ответила, подходя к забору. «Кому ж ещё?» Один из сторожей, тот, что с бухим лицом подошёл к ней. «Ты шо-то тут ошиваешься, Альбинка?» «Покормить их велено принесла вот». «Кто велел?» «Марат, а нам шо?» «А вам не шо», – улыбнулась девушка. Бородачи переглянулись с недовольным видом. «Оставляй здесь, а!» «Ну, ступай от седого, нечего тут делать!» «Ага, щас!» – презрительно фыркнула она. «Чего это ты раскомандовался, Тихон? Может, председателю рассказать, чем ты в бойлерной занимался?» «Эх, как ты, да шо б тебя тьфу!» Расстроенный чем-то, Тихон махнул рукой и отвалил в сторону. Вован лихо поправил свой берет и направился к девушке. Мы вышли из ограды, насколько позволяла длина цепей, и уселись на широкие чурбаки. Альбина поставила корзину. Достала оттуда кастрюльку, завернутую в полотенце, несколько вяленых рыбин и коровая хлеба. Десантура сунул в нос кастрюлю и заорал. «Ох, хуя себе, картошечка! Как по заказу прям! От души, красавица!» «Ну, мне пора идти!» – покраснела девица. «Ешьте! Тут вот еще! Только этим не показывайте!» Она быстро протянула газетный сверток и пошла прочь. «Ты че вечером делаешь?» – крикнул вдогонку Вован, надкусив картофелину. «А то заходи! Я вон там живу!» «Вован, это же Альбина, девушка Марата! Они пожениться хотят!» – на всякий случай сказал я. «Да я ж чисто для комплимента ефть! О, зырь на!» Он развернул газету. Там оказалась бутылочка 033, наполненная прозрачной жидкостью. Я понял, что не так уж все и плохо в этой жизни. Не торопясь, мы принялись поглощать картошку, пока не остыло. Соленые лещи тоже шли на ура. Особенно под самогон. «Как же мало надо человеку для счастья!» – мелькнула банальная мысль. Хоть охранники, сидя в стороне, глаз не спускали, мы умудрились выхлистать почти весь бутылек. «Осталось грамм пятьдесят!» Вован вопросительно побулькал. Я сделал жест, допивая сам, мол. Мне и так было хорошо. Мощное тепло разливалось по организму. «Эй, ебана!» Десантура повернулся к вертухаем. «Будьте, ёк!» «Шо там у тебя?» Подорвались оба. Видимо, подмерзли гады. «Меняйся, ёк! Ты мне курива, я вам бормотуху!» «И рыбу!» Поддержал я. «Торговаться удумал, разбойник! Давай сюды!» «Нихуя куря худай сперва!» Усмехнулся Вован. «Вот ща как стрельну!» Топнул ногой мужичок. «Стреляй, хули! Ну! Чё еб-то?» Охранник замялся, опустил ружьё. «Тихон! Пойди дай ему сигарету!» «А шо сразу я? Чуть чего сразу, Тихон!» «А я прикрою, ежели шо!» Тихон вытащил пачку и стал медленно небольшими шажками подходить. Остановился метрах в четырёх. Сигарета упала к ногам Вована. «Ещё кидай!» Велел я. «Мне тоже хотелось покурить!» Он принялся вытаскивать вторую, но пачка внезапно выпала. Порывами ветра её снесло в нашу сторону. «Бляха, муха, кидай бутыль!» Тихон дёргался на месте, но подходить ближе явно очковал. «Держи, еба!» Добродушно улыбаясь, десантник бросил бутылку. Видать, его тоже развезло. Охранник, не сводя с нас прицела, подобрал флянц и спрятал в карман. «И сигареты!» «Охуел, чё ли?» Удивился Вован. «Сам поднимай, на!» Мужик нервно оглянулся, напарник кивнул, наставив ружьё. Дальнейшее произошло быстро, как в гонконгском боевике. Тихон подошёл и наклонился за пачкой. Эта ошибка стоила ему жизни. Хищно лязгнули цепи, когда вперёд шагнул Вован. Молниеносным движением он окинул цепь, как удавку на шею. «Блядь, что он творит?» Второй охранник, видать, тоже охуел от такого развития событий. Встал, разинув рот. Прикрывшись, как щитом, хрипящим Тихоном, десантура навёл ствол в его руке на ротозея. Сквозь облако дыма я увидел рухнувшее в грязь тело. ВДВшник сбросил цепь с горла Тихона и впечатал кулак в переносицу. По деревне начали разлетаться панические вопли. «Обшаривай, братка!» – пророкотал Вован. «Патроны только бери, еб-то!» Десантура направил ствол вниз, упирая в звенья цепи. Освободившись, он метнулся ко второму мерзавцу, забрал ружьё. Я между тем обшаривал Тихона. Вроде ещё жив, мычит чьё-то. Снял с него потёртый патронтаж. Вован тем временем вернулся. «Посторонись, Санёк!» Я едва успел отпрыгнуть, чтобы не забрызгало тихоновскими мозгами. Десантура переломил ружьё, вытряхивая гильзы. Тут же вставил свежие патроны. Ещё выстрел. Я только подобрал обрывы к цепи, закинул её на плечо. «Оттервалем отседован нахуй!» Он кинул мне второй ствол и побежал, пригибаясь между изб. Блядь, такой хороший безопасный план полетел к чёртовой матери из-за долбанного десантника! Я проверил заряд в этой старой допотопной ружбайке. Ништяк. На месте оба. Мне ничего не оставалось, кроме как поддержать Вовчика. Припустил за ним. Оглянувшись, я увидел сбегающихся мужичков. Блядь, как их много! Очень много! С возвращением! Если вам понравилось наше путешествие в мир Схрона, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И, как всегда, до встречи в следующих мирах! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok